Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Хочу предупредить в самом начале, что возможно этот сюжет будет интересен не всем моим зрителям, поскольку речь пойдет о проблемах со щитовидной железой. Я получаю вопросы относительно заболевания, просьбы рассказать, как проходила операция, подготовка к ней, какие были анализы. И поэтому сегодня решила снять именно вот такое тематическое видео. Конечно, если у вас нет таких проблем, но вам интересно, оставайтесь с нами. Я думаю, что информация будет полезной. Итак, первый вопрос, который мне задают чаще всего, это рассказать о первичных признаках, о первичных симптомах заболевания. Их было два. Первое. У меня постоянно болело горло, но никак не могли найти причину, потому что как бы ангины как таковой не было, ОРЗ не было, гриппа, ну какого-то вирусного заболевания не было. Но боли в горле у меня не проходили на протяжении нескольких месяцев. Второй симптом. Я очень сильно похудела, не меняя при этом ничего. Я продолжала также питаться, моя физическая активность была аналогичной. И, естественно, я забеспокоилась, начала сдавать анализы. Это было еще в Украине. Но, как такового, чего-то неестественного, плохого, ничего у меня не нашли. В общем, вернее, как каждый врач находил что-то свое. Но эндокринолог, я сдавала, кстати, анализы, сдавала тесты на гормоны. И эндокринолог сказала, ну да, немножко там увеличено и щитовидка увеличена. Но мы живем в Украине, и как бы что вы хотели таких, как вы, тут пруд-пруди. Как бы на этом все закончилось, мое обследование. И через какой-то период времени я стала чувствовать, что я чаще чувствую озноб. Независимо, это зима, это холодно, это дома ты находишься, или на работе, или в транспорте. Ни с того ни с сего ты замерзаешь. Затем у меня появилась усталость, какая-то раздражительность абсолютно. Ну, даже, наверное, где-то она чередовалась, возможно, с агрессией. Конечно, я ни на кого не нападала, но у меня некоторые вещи, которые вообще... Ну, например, сейчас я на них даже не прореагировала, меня они возмущали. Потом сонливость какая-то появилась. И что очень было неприятно, появилась гиперпотливость. Вот тебе не жарко, в то же время ты чувствуешь озноб, но ты потеешь. И вот это, конечно, вот такой вот набор таких вот неприятных симптомов, конечно, меня беспокоил. Я периодически обращалась к врачам, но мне говорили, то пойдите туда, то... Ну, в общем, все больные, никто не хотел, собственно говоря, этим заниматься. Потому что первый сбой в эндокринной системе, это был гипертериоз. Это когда человек начинает... у него метаболизм ускоренный, он начинает терять вес. У него появляется вот такая вот гиперактивность ко всему. И он, в общем, весь вот такой вот, знаете как... Ну, даже объяснить очень сложно, что ты вот, кажется, горы свернешь. И вот это вот гипертериоз, затем он переходит... В общем, эндокринная система, она очень сложная. И эта болезнь может из гипертериоза перейти в гипотериоз. Потом у меня еще наложилась болезнь Хошимотов. И в итоге начал образовываться узел. И мне кажется, что если бы тогда на начальной стадии все это обнаружили, можно было бы обойтись без операции. И можно было бы, наверное, при помощи дополнительных приемов гормонов, как-то все это, ну, ликвидировать, наверное. А там, я не знаю, конечно, я не медик, я не врач. Но в итоге само заболевание у меня обнаружили уже здесь, во Франции. И обнаружили уже тогда, когда нужно было, в общем, вот этот вот узел, который был вначале доброкачественным, стал злокачественным. И оставалось только то, чтобы сделать операцию и удалить. Так, какие делали анализы и как проходило обследование? Ну, в Украине, как я уже сказала, делали анализы крови, анализы мочи, анализы на гормоны. УЗИ даже не назначали. Делали пальпацию и все. А во Франции мне сразу назначили УЗИ. Мне назначили пройти ИРМ, это как сканер. И в конечном итоге, когда уже, естественно, анализы на ТИСАШ, это на гормон щитовидки. И когда все анализы один за другим показывали, что есть проблема, сделали биопсию. И после месяца мы ждали анализа биопсии. Когда это подтвердилось, то, естественно, предложили операцию. Так, какая была подготовка к операции? Ну, если мне не изменяет память, то первое. Где-то за неделю мне сказали не перестать принимать препараты. В общем, нужно было прекратить принимать Леватерокс. И, в принципе, больше ничего. Конечно же, перед самой операцией я уже чувствовала себя очень плохо. Потому что я думаю, что, ну, все-таки недельный не прием препарата. Щитовидная железа у меня к тому времени работала очень слабо. Поскольку, как я уже сказала, что болезнь Хошимота была. И она практически иссушила щитовидную железу. Первая часть была полностью, на ней был такой большой вот этот нодуль, опухоль. Что, когда взвешивали после гистологии, в общем, вот эта опухоль весила в несколько раз больше, чем сама щитовидка. Сама щитовидка была высушена до минимума. И, естественно, вторая часть, она немножко работала, но практически уже отмирала сама по себе из-за вот этого иммунного заболевания. Перед самой операцией мы должны были приехать в 5 утра в госпиталь. Заполнили все необходимые документы. Потом меня проводили в палату. Дали 3 каких-то таблетки. Наверное, это были какие-то успокоительные, потому что я ужасно волновалась. Меня трясло меня. Ну, очень, очень я волновалась. Потому что, во-первых, я знала, что меня будет, хоть и будет всем вот этим процессом руководить профессор, очень хороший, у которого все операции вот такого плана прошли удачно. Но оперировать меня должен был робот. И это меня немножко смущало, хотя мне и видео показали, и рассказали, как все это проходит, что это более точно все, что если там какие-то проблемы, то как бы машина, она лучше с этим справится, чем даже руки хирурга. Но, тем не менее, естественно, я волновалась. Ну, дали мне вот эти 3 таблетки, я их приняла, и где-то, наверное, минут через 40 за мной приехала медсестра с каталкой. Перед этим мне сказали принять душ полностью, нужно было раздеться. Одели вот эту распашонку, которую, как вы можете видеть во многих фильмах, когда показывают в госпитале, все завязывается сзади. И, в принципе, все, больше ничего на мне не было. Нужно было убрать все украшения, часы, нельзя было никакого макияжа, никакого. Даже лосьона, в общем, перед операцией во Франции ты должен вымыться полностью весь с бетадином. Это как с йодом, вот такой вот раствор йода. Волосы, тело, все, они даже, у них такой есть гель для душа специально, вот в состав которого входит бетадин. И после этого меня отвезли в предоперационную палату, где опять подошел мой хирург. Меня спросили, как меня зовут, сколько мне лет, сколько человек находится в комнате. Ну, в общем, все представились, как кого зовут, естественно, я ничего этого не запомнила. И подключили капельницы, вот они подключаются вот здесь, вот катетеры поставили на обе руки, чтобы для наркоза, наверное, или для обезболивающего, или для, не знаю я для чего, потому что, как я уже опять повторяюсь, я не медик, я пациент. И затем меня повезли в операционную палату, и подошел анестезиолог, и мне сказали, что вот ты там считай назад, кажется, от 10 до 1, думай о своей малышке, думай о чем-то хорошем. И ты, мол, типа, даже не заметишь, как ты проснешься. И, в принципе, одели маску мне, и я помню, что я начала считать, и уже у меня какое-то такое было состояние, что, ну, как бы, все равно, что это необходимо, что это нужно. Ну, как бы, я уже была где-то психологически к операции готова. Операция, как мне сказали, будет продолжаться 2-2,5 часа, но она длилась 6 часов, что-то там пошло не так, что-то там у меня было, ну, нужно было удалять рядом поросчитовидные железы, еще там они что-то чистили, ну, в общем, немножечко не вложились в то время, на которое рассчитывали. Но, тем не менее, все прошло неплохо. Так, дальше, через какое время можно было есть и говорить. Меня привезли, я не помню, сколько я была уже в послеоперационном блоке, и как только я пришла к себе, ко мне подошли и меня потом перевели в палату. Вечером принесли какой-то очень жидкий суп, еще какие-то йогурты, какие-то пюре, ну, в общем, вот такого плана. Глотать было очень больно, но, как мне сказали, при том, что я была на морфине или морфии, ну, что-то колядж после операции, после такой сложной. И, тем не менее, я чувствовала, я не могла глотать, потому что было реально больно, даже при таком сильном обезваливающем. Говорить я пыталась, в принципе, сразу, наверное, это было ошибкой, потому что после этого я год восстанавливала голос. И голос, который я сейчас имею, он, это не мой. Раньше я говорила по-другому до операции. Но, тем не менее, голос восстановили. И часто очень, к сожалению, существует такая проблема, когда при удалении щитовидной железы задеваются голосовые связки, и потом даже приходится эти самые связки оперировать повторно. Но мне повезло, как бы я обошлась только восстановительным процессом, реабилитационным процессом, и год, позанимавшись с фониатром, в общем, я могу разговаривать. Так, удалять ли всю полностью щитовидную железу или оставлять часть? Ну, этот вопрос, конечно, знаете, он и для меня до сих пор очень больной, поскольку, когда я об этом думаю, я всегда, ну, переживаю. Думаю, может быть, нужно было вот эту часть, которая пусть и сухая была, пусть и маленькая, но она всё-таки была моя, она бы работала, как бы это была бы страховка. Потому что, когда удаляется полностью орган, то неминуемые процессы нарушения в обмене веществ, вообще в работе всего организма, и первый год, чаще всего, пациенты восстанавливаются примерно где-то через 5 лет после операции. Где-то 5 лет уходит на то, чтобы вернулось нормальное самочувствие, вернулось нормальное какое-то, ну, в общем, организм, чтобы адаптировался, чтобы вес как-то установился, чтобы ушли какие-то симптомы, которые были и до операции. И вот эти вот 5 лет, конечно, очень тяжёлые, и вот именно в этот период, конечно, ты думаешь, а может быть, нужно было оставить какую-то часть, а может быть, я зря послушала врачей, почему я согласилась. Но я когда спрашивала, они не говорили, что мы будем удалять всё, они мне спросили, что вы хотите, мы удаляем только часть с опухолью и оставляем вторую часть или нет. Я говорю, я не врач, вы мне скажите сами, это вы профессор медицины, но никак не я. И мне доктор ответил, что есть возможность на вот этой сухой части, как бы работать она будет, но она будет работать очень слабенько. В любом случае придётся принимать гормон щитовидной железы, но есть вероятность того, что вот эта опухоль может поселиться и на соседней вот этой части, потому что гарантии мне дать не могли, что если они её оставят, и я всю жизнь буду с ней ходить, она будет здоровая. Потом мне назвали статистику, что в большинстве случаев так оно и происходит. И, конечно, я приняла решение, что лучше сразу всё удалить и потом, ну, как бы всю жизнь быть на, хоть так, хоть так ты на левотероксе. Но какая проблема, если, например, ну, неизвестно какая ситуация, если ты полностью на гормонах, то и гормона не будет, то нам даётся где-то 6 месяцев. И через 6 месяцев такие вот люди могут погибнуть. И если у тебя есть небольшая часть щитовидной железы, то, конечно же, ты и через 6 месяцев худо-бедно, ну, будешь живым. Конечно, вот это вот пугает, но сейчас, как говорится, я лично, если говорить обо мне, то уже ничего не вернёшь, у меня полностью удалена щитовидная железа. И я не могу посоветовать, я не могу сказать, как поступать вам, потому что я думаю, что нужно спросить самого себя, готов ли ты к этому. Ну, будет ли, может быть, лучше оставить и потом второй раз прооперироваться, если не дай бог что. А может быть, лучше удалить сразу всё. Но есть вот такой вот риск. Конечно, будем надеяться, что заводы не прекратят работать и не будет никаких там глобальных войн, что вот такие вот люди, как мы, останемся без медикаментов. А так, здесь от меня совета, ну, я не могу дать совет, потому что это настолько серьёзно, это настолько лично. И сказать, нет, удаляйте всё или оставьте это, это каждый должен сама лично принять такое решение. Так, ну, на сегодня всё. Есть ещё вопросы, на которые я также буду отвечать в следующем видео, и такие видео будут выходить. Не беспокойтесь, конечно, не часто, потому что у меня не медицинский канал, и я не врач. Я просто делюсь своим опытом, как я через всё это прошла и как я всё это пережила. Но каких-то консультаций, каких-то там вот таких вот радикальных советов, конечно же, я дать не могу. Всё, дорогие мои, здоровья, всем счастья и всего самого хорошего. И до встречи в моём новом видео. Пока-пока.